Значит, люди, когда вот всё падает, да, ну, доходы падают, зарплаты падают, всё падает. Первое, на чём экономят люди, это на всех развлечениях. Второе, это на шоколаде. На чём они не экономят, это алкоголь, памперсы и презервативы. Вот, собственно, мы стояли про противоположную сторону баррикад от алкоголя, памперсов и презервативов. Привет. Это что-то не так. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки и поделитесь этим видео. Пусть как можно больше людей смотрят полезные и хорошие видео. Привет, Илья. Сразу вот когда интервью со снега начинается, это самое лучшее. Привет, Илья. Ещё раз. Привет, Роман. Илья Кретов. Генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках. Единственный российский топ-менеджер, отвечающий за международное присутствие американской IT-корпорации в 200 странах. До этого Илья более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге Mars и Google. Автор книги «Яссео. Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прошить 30 тысяч дней счастливо». Увлекается триатлоном многократный участник соревнований Ironman. Слушай, наш подкаст родился в большей степени благодаря тому, что мне написал один подписчик после того, как я выложил с тобой сторис с твоими шортами потрясающими, что в офис так можно было приходить. И мне подписчик написал, Роман, слушайте, а как вообще попадают международные компании? Какими качествами нужно обладать? Как вообще построить карьеру? Потому что ты построил классную карьеру. И вот тут очень интересно, что делать человеку, который живет, возможно, не в Москве, и как ему действительно простроить свой какой-то путь и траекторию, чтобы попасть в международную компанию? Каким ему нужно быть? Я тебе такой сразу замах на вопрос. Слушай, я могу рассказать, я тоже жил не в Москве, и тоже работал не в международной компании, и я могу рассказать, как я попадал в начало своего путь. Значит, я жил в Питере, до сих пор мой один из самых любимых городов мира, или там до сих пор живут. Жил в Питере, я работал, наверное, то, что мне повезло, я работал в студенческой организации ISEC, в которой было просто очень много классных... Все эти удостоверения, ISEC, да. Нет, сейчас оно больное. Короче, есть два типа ISEC, есть удостоверения, которые студенческие, что-то там в скидке, а есть нормальный ISEC, значит, тот, который из шести букв, Ассоциация студентов, изучающих экономику и управление, по-французски просто. Это организация, если вкратце, которая создалась после войны, чтобы люди не воевали, и она занималась тем, что отправляла стажеров на бизнес-стажировки в другие страны мира. Ну, соответственно, мы отправляли ребят отсюда и принимали оттуда. И так получилось, что в ISEC скапливалось очень много, во-первых, классных людей, потому что это некоммерческая организация, а в некоммерческой организации обычно работают люди, которым не все равно, да, как ты вроде сам себя мотивируешь, работаешь бесплатно, даже там тратишь свои деньги иногда. А второе, так как мы принимали стажировки, да, там из каких других стран, то у нас были очень хорошие, ну, что ли, связи, да, с какими-то правильными компаниями, да. Я помню, я до сих пор иногда вспоминаю, там ездил даже по Питеру, катался на велике, я вспоминал некоторые там вот места, где я встречался с какими-то такими необычными генеральными директорами, которые там выстраивали ещё там 90-е, там корпоративные культуры внутри компании, прям классные. Вот, и, значит, в этой компании меня нашла компания «Марс», точнее, она в какой-то момент начала делать стажировки молодых ребят внутри «Марса», «Марс» находится, чтобы понимать, это сейчас там, ну, «Марс» – международная семейная компания, у семейной компании есть такое правило, офис должен находиться там, где фабрика, а фабрика «Марса» находится, если кто-то знает, в стаке внутрех от Москвы в городе Ступино, вот, поле, фабрика, город Ступино, всё, и они начали делать стажировки для молодых ребят, и мне, ну, одна из знакомая, которая работала в Айсике в Москве, сказала, слушай, ну, там, есть такая тема, там, хочешь попробовать? Я говорю, ну, прикольно попробовать, и я на тот момент, я уже там был в четвёртом-пятом курсе, наверное, занимался, тоже интересная как бы история, занимался преподаванием, ну, типа, сейчас бы это назвали, не знаю, там, IT, там, тренер или что-то в этом роде, я такой, значит, в такой абсолютно советской организации, которая занимается, берёт людей, значит, бывших отставных, военных, там, полковников и там, подполковников, и переучивает их какие-то специальности, которые рынку нужны, вот, и я, значит, вот в этом образовательном процессе, 18, ну, сколько не 18, 20-летний, наверное, парень, к которому себе обращались, Илья Александрович, вот, там, люди, значит, с бывшими в погонах, я их учил, там, что такое, там, TCP, IP протокол, значит, что такое, там, как вообще маршрутизаторы гоняют данные и так далее, вот, и мне предлагают, там, хочешь попробовать пройти в этот Марс? Я говорю, круто, значит, заполняю анкету, позвонил своему другу хорошему, который на тот момент работал в, когда он работал в McKinsey, по-моему, я говорю, слушай, помоги заполнить анкету, вот, и он мне накидал, знаешь, вот этих слов, когда мы сидели в Макдональдсе на московской, и он такой говорит, здесь напиши, значит, это vision-driven, там, что-то, да, там, значит, ну, там, миссия, там, что-то такое, вот этих накидал, значит, я думаю, ну, ладно, вот, отправил, и потом в Марсе было несколько, как бы интервью, асессмент-центров, да, это когда тебя там гоняют просто пополнить с какими-то там презентациями, еще там интервью, групповыми занятиями, заданиями и так далее, ну, и в какой-то момент я понимаю, что я прохожу, и я собираю вещи, и... В Ступино. В Ступино, да, по-моему, 14 января 2002 года я выхожу работать в Марс. С марсианами очень интересно, потому что все марсиане почему-то помнят свою первую дату своего первого дня работы, всегда так, вот, и, да, я выхожу в Ступино, мне тогда говорили, ты переезжаешь не в Москву, ты переезжаешь в Ступино, я говорю, да, я такой понтовался, говорю, да, мне-то, думаю, что я покажусь слабаком, что ли, да, там, мне-то из Питера, какая разница, знаешь, ну, как бы доехать, ну, там, что Москва, ну, как бы, что Москва, что Ступино, ну, на самом деле оказалось, что Ступино – это все-таки не Москва, вот, поэтому год я жил в Ступино, потом перебрался уже в Москву, и там последние там лет 8, наверное, уже мотался просто Москва-Ступино почти каждый день. Я тебе хочу как раз вот теперь к самому главному подкратиться, что каким человеком нужно быть для того, чтобы... Как попасть, ты сейчас сказал, а вот для того, чтобы дальше, а, уцелеть, б, расти и достигать новых позиций, и при этом еще и достигать результатов определенных в международных компаниях. Каким ты должен быть человеком, чтобы это все сложилось? Ну, такой прям, знаешь, вопрос на миллион. Я могу, наверное, сказать то, как я для себя, да, это там вывел, я недавно даже, знаешь, постил, думаю, какие песни мне кажутся наиболее близкими, и песни, которые я не слушал миллион лет, ну, мне дедушка очень любил ее петь, это «Машина времени» – это поворот, там, когда мы себе давали слово, не сходить с пути прямого, да, потом, типа, вот поворот. И я думаю, что первое – это, ну, на самом деле, не бояться принимать какой-то осознанный выбор, осознанный с просчитанными, ну, осознанный, там, многие, там, разные там, это слово понимают, но какой-то выбор с более-менее просчитанными интуицией или умом рисками на то, чтобы в какой-то момент сменить парадиму, да, ну, то есть, в принципе, я мог бы оставаться в Питере, я мог бы, там, как-то развиваться, я на тот момент получал, там, не помню, там, 200 долларов, значит, если бы я, там, работал фулл-тайм, вот, ну, я, наверное, мог бы вырастить, там, до, не знаю, там… 400. 400, да-да-да. В «Марсе», когда я пришел на стажировку, я даже, честно говоря, не знал, какие деньги идут, то есть, я понимал, что это большая компания, когда мне сказали, ну, для начала это будет 600 плюс 10% бонус, я сказал, о, боже, знаешь, у меня просто было в три раза повышение, это вообще офигеть, круто. Ну, вот, не бояться принимать какие-то риски, да, для того, чтобы делать изменения. Второе, когда ты эти риски уже принял, вот, на какую должность ты не пришел, и я это уже, ну, годами позже это вывел, как для себя это правило, я, как бы, называю его, вот, как, ну, там, про книжку-то мою видел, да, называется «Я SEO», да, вот, собственно, это правило называется «Я SEO», да, SEO – это самый главный человек компании, я себе говорю, на какую должность ты не пришел бы, ты должен на ней работать как самый главный человек, вот, как предприниматель, которому компания дала некие инвестиции для того, чтобы твой проект был успешен. И я думаю, что работодатель на тот момент, когда видел во мне вот эту отдачу, с одной стороны ответственность, с другой стороны отдача, это небезразличность, ну а или там это очень красиво может называться еще вовлеченность, которая измеряется и так далее. Ты понимаешь, что тебе дают большие зоны ответственности, получая большую зону ответственности, ты на вся эту ответственность берешь и начинаешь ее менять под себя и развиваться. Ну и дальше этот процесс развития запускается. Всегда очень хочется остаться там, где ты есть. Это такое базовое психологическое свойство человека – выживание. Остаться где ты есть, потому что там комфортно, там понятно. Но в тот момент, когда тебя зовет какая-то звезда, наверное, иногда имеет смысл шагнуть. Прислушаться к ней. Прислушаться, да. У тебя за плечами три международных компании – Марс, Гугл и Эбэй. Какой самый главный бизнес-вывод ты сделал от работы в Марс, который тебе помог в жизни и помог что-то понять про себя, про бизнес, про команды? Ты понимаешь, что да, вот это зарубка под названием Марс. Марс – это команда первичнее всего. Вот это прям, ну то есть Марс, это был 100% про людей. Опять же, до сих пор частная компания. Та фраза, которую любил повторять, по-моему, то ли Форест, то ли Фрэнк Марс, по-моему, Форест Марс. Он говорил, заберите у меня все фабрики. Да вот все там, за то, что мы бьемся, да, вот эти кирпичи. Заберите все фабрики, оставьте людей и бренды, и через два года я полностью восстановлю бизнес. Вот, поэтому люди – это то, на чем Марс прям очень много времени уделял. Но при этом ты мне еще поразил, пока мы стояли на улице и готовились к интервью, истории про трушность. Про трушность в отношении шоколада. Ты выводил, я читал, когда готовился к интервью, читал, что ты выводил, в частности, DAF на российский рынок. Да. Спасибо тебе, кстати, за это, что это было один из самых самых... Это большая командная работа была. Там больше 90 человек работали. Вау, это был один из моих самых просто любимых шоколадов. И то есть я давно его, правда, не ел, но вот когда он только поелся, такой, боже, какой он вкусный. Он казался мне принципиально другим. И мы когда стояли готовиться, ты, честно, сказал, что про трушность в продуктах и про то, насколько ты веришь во все это. И про вот сколько там, что расскажи про микроны. Даф, он всегда назывался и до сих пор называется «шелковый шоколад». И вот «шелковый шоколад» можно было бы подумать, что это какая-то маркетинговая просто дифференциация, что-то другое, чего нет на рынке. На самом деле в Марсе очень четко всегда простраивалась пирамида преимуществ продукта. И одна из них была продуктовая характеристика. И в чем, собственно, преимущество продукта. Так вот, продуктовая характеристика DAF состоит в том, что у него размеры частиц шоколада составляют 18 микрон. У всего остального шоколада, тоже сейчас за годами могу забыть, но это что-то в районе 25-35 микрон, может быть, даже больше. А это очень, ну, не просто как бы некая цифра, да. Это, с одной стороны, тактильный показатель, сейчас объясню. С другой стороны, финансовый показатель. Финансовый, потому что в процессе измельчения, если так очень простыми словами, конширования шоколада, ты тратишь больше времени на его, ну, так очень простыми опять словами, перемешивание. То есть, чем больше времени ты тратишь, соответственно, тем больше у тебя затраты на производство, ну, чем дороже у тебя получается рецептура. Поэтому очень многие производители шоколада, собственно, и не парятся в этом отношении. Но что это тебе дает? Тебе дает это абсолютно другие тактильные ощущения, потому что в тот момент, когда шоколад падает на язык, да, соединяется с температурой тела, у тебя происходит плавление какао-масла, и вот эти частицы, они у тебя на языке практически не чувствуются, да. И поэтому у тебя есть ощущение вот этого непонятного, обволакивающего шоколада. И, собственно, это, ну, как бы становится уже таким потребительской, да, вот так называли потребительской выгодой. И с DAW, я работал с DAW, да, я работал с Mars, работал с Twix, с Bounty и Snickers. Вот, наверное, с DAW и со Snickers было наиболее приятно работать, потому что там очень четко вот эта простройка, какой есть продукт и что он дает. И вот DAW, мы прямо когда запускали, мы, я тебе рассказывал, да, закупали, когда мы решили, что это шелковый шоколад, да, мы закупали из Италии настоящий шелк для того, чтобы делать торговое оборудование, это, помню, там я подписывал смету на 5 километров итальянского шелка. Это про такую прям, про настоящую трушность на самом деле, что люди очень часто думают, что это исключительно маркетинговая придумка и нет там никаких особых штук, а на самом деле есть. Знаешь, почему я тебя попросил про эту историю сказать? Потому что крайне редко, когда можно встретить человека, уже ушедшего из компании, работающего абсолютно на другом месте, но при этом сохранившего такую любовь и к работодателю, и к продуктовым линейкам, то есть, потому что обычно все не любят вспоминать вот эти истории, а ты прям вот у тебя глаза горят, когда ты про это говоришь. Следующая веха, Google. Да. Вообще, как ты туда попал и что? Google, я скажу, что стало поворотной точкой, я работал тогда на бренде Snickers, Snickers это половина всего бизнеса Марса. Половина? Половина, да, это несколько, на тот момент было, спасибо, на тот момент было несколько сотен миллионов долларов, ну там в районе полумиллиарда, по-моему, долларов, и был 2008 год, когда начался кризис, когда все начало падать, и люди перестали экономить на, значит, люди, когда вот все падает, да, ну доходы падают, зарплаты падают, все падает, первое, на чем экономят люди, это на всех развлечениях, второе, это на шоколаде, на чем они не экономят, это алкоголь, памперсы и презервативы. Вот, собственно, мы стояли в противоположную сторону баррикад от алкоголя, памперсов и презервативов, к сожалению, и бизнес очень сильно начал падать, и это было, на мой взгляд, самое интересное время, потому что, когда у тебя все растет, ты не очень понимаешь, оно то ли растет само по себе, то ли оно благодаря твоим каким-то усилиям растет, а вот когда оно падает, и нужно из этого как-то превращать это в рост, и все начали сдувать пыль со старых там бизнес-книжек типа Котлера, маркетинга и так далее, да, ну как бы и убирать вещи, которые не работают, и прям возвращаться такие вот, знаешь, к основам, тогда это было очень, было очень интересно, и 2008, соответственно, с 2008 по 2011 год мы возвращали Snickers к росту, мы вернули его в очень хорошее состояние, запустили, тогда как бы возвратили там очень самый, один из классных, самых limited edition, да, эти ограниченные серии там Snickers с семечками, потом я уже запускал, это была, ну, разработка меня и моей команды Snickers 3 Ореха, фундук, арахис и миндаль, там, может быть, не помнишь, была очень классная тоже компания, три вещи, которые можно сделать вместе, там, значит, фундук арахис и дали, были в конце, и, да, ну, как бы вот так вот бизнес вроде вышел на нормальные позиции, потом ты понимаешь, что, а что дальше, да, ты понимаешь, что Snickers, он, в принципе, ограничен, ну, тем, как могут резать ножи на линии, грубо говоря, да, его рецептурой плюс-минус, потому что, ну, ты не можешь ее сильно поменять без либо сильного увеличения стоимости, либо без сильного, как бы, ухудшения бренда, и я всегда смотрел, знаешь, как-то вот, а где, не то чтобы трава зеленее, а что в мире происходит, а в мире, значит, Виндсерф, это, там, такой основатель интернета, папа интернета, да, который работал с Google-визионером, он объяснял, почему мы делаем сеть Wi-Fi на метеоритах, чтобы, значит, покрыть интернетом весь космос, почему Google там начал делать, там, какие-то вещи, связанные с безопасностью, ты понимаешь, что, вот, блин, там творится будущее, да, а здесь ты думаешь, ну, как бы, здесь ты вроде как уже все сделал, да, ты можешь, там, плюс-минус менять, но твой прогресс и твое увлечение в компанию, да, и твоя отдача в компанию, она будет, ну, достаточно линейна, и, как всегда, ответом на это вселенная пришла с компанией Google, и я проходил интервью в Google, наверное, месяцев 12 или 13, то есть, я прямо помню, я собирал эти бейджики в паспорт, у меня, значит, накопилась эта пачка бейджиков, да, и потом я смотрел, значит, уже там другой год пошел, и в результате я прошел, там, это было, как бы, с одной стороны, это было интересное общение, да, с другой стороны, там, Google иногда пропадал, иногда появлялся, и в результате я вышел в Google как Head of Consumer Marketing, да, ну, то есть, отвечать за все продукты, продукты Google. Значит, если одной фразой характеризовать Google, это гениальные абсолютно продуктовые разработки, гениальные, я до сих пор сижу на экосистеме Google, вот, но это, с одной стороны, компания, которая в хаосе внутреннем каким-то образом, до сих пор мне непонятно, зарабатывает обалденные деньги, вторая характеристика Google, это, наверное, лучше всего, там, ее охарактеризовал человек, который, собственно, Google в России создавал, Владимир Долгов, он сказал, что у Google есть некая детская травма, потому что он хочет менять мир, параллельно пытаясь зарабатывать деньги. Вот это, наверное, лучшее описание того, как работает Google, да, вот ему и отдал тоже два года очень прекрасных своей жизни. Мне, кстати, невольно сейчас вспомнилась история из твоей практики в Марсе, когда, ну, из твоей работы в Марсе, когда вас попросили рассказать планы на пять лет, и вы собрались всей командой, и все, соответственно, ну, все, все, все бренд-менеджеры, они, соответственно, говорили, что мы там вырастим на столько-то процентов, и что у всех были стандартные ответы. И человек, который вас слушал, сказал, что какая же, типа, ну, это моя, там в книге не так сказано, но, типа, какой же был щит, потому что нет ни одного бренда, который бы не хотел не вырасти, и, типа, все, что вы сказали, это все одинаково, но вы не сказали. Да, потому что все говорили, что мы хотим быть лидером номер один, типа, значит, растущий, прибыльный, он говорит, а кто не хочет, типа, да. И ключевой посыл, что я хочу понять, какое наследие вы оставите через пять лет. И ты вот сейчас сказал вот это вот как следствие про Google, и это, конечно, очень любопытно. И потом ты оказался в eBay. И потом я оказался в eBay, да. Сначала на посту директора по маркетингу. Маркетинг-директор по… Мы тогда занимались только Россией. А, тогда только Россия была. Была только Россия, да, и наша задача была, ну, по большому счету, очень простая, и она с тех пор кардинально, на самом деле, поменялась. На тот момент задача была очень простая – выращивать – выращивать. – Выращивать. – Выращивать. – Что мы будем выращивать? И она собирается, да, я представляю, собирается маркетинговый департамент eBay, и такие, пожалуй, нам пора выращивать. Что мы будем выращивать? – Ты будешь смеяться. – Как вот это вот «пятилепестковый» это называется? Как? – Я потом расскажу «пятилепестковый» отдельно. – Тогда будешь смеяться, у eBay не было ни своего офиса модного, вообще ничего. Мы, значит, сидели в Регусе, и у нас собрание, ну, типа, советы директоров, на тот момент это было 5 человек, происходили в кофемании на белорусской. А в кофемании тогда было можно курить, и 4 из этих 5, ну, т.е. кроме меня, они все курили, и я прям помню, даже все закуривали, иначе началось обсуждение. – Кроме того, как? – Да, да. – Нет, ну, тогда, в общем, была очень простая задача. Есть большое количество американских продавцов, у американских продавцов есть миллионы, там, десятки миллионов разных товаров, каким образом Россия, как быстро растущий импортный рынок, может взять её, вырастить продажи, значит, этих американских продавцов. Это то, чем мы начали заниматься, и потом, если там прям очень быстро, мы отстроили тогда на тот момент достаточно быстрый, очень быстростущий маркетинг в России, потом мы посмотрели на мир вместе с нашими боссами, они сказали, что смотри, здесь есть восточная Европа, там Скандинавия, которой, в принципе, тоже никто не занимается, а попробуйте там то, что вы сделали. Мы попробовали там, это тоже там сработало, поэтому мы начали заниматься маркетингом ещё в восточноевропейских странах, потом мы обратили внимание на растущий экспорт, то есть на продажи именно продавцов, а это то, на чём eBay зарабатывает деньги, и мы переключились, в том числе в России, с импортных поставок, мы подключили к этому экспортные продажи, рынок, в которые никто не верил, там ещё в 2015-2016 году, потом этим же мы занялись в Восточной Европе, а потом, когда я уже стал генеральным директором, в 2016-2018 к нам подключился офис в Израиле, а в 2020-м, по сути, мы объединили под руководством московского офиса, ну, практически там 200 стран мира, где мы занимаемся импортом, и примерно 150 стран, где мы занимаемся экспортом. То есть фактически ты сейчас отвечаешь за… ну, не отвечаешь, потому, что это громко так сказано, но ты, в общем, руководишь, как это сказать-то, 200… Я тебе помогу корпоративным языком, мы говорим, что московский офис – это хаб для всех развивающихся стран внутри eBay, вот, соответственно, моя должность является генеральным директором глобальных развивающихся рынков. А если суммарно понять, ну, то есть, как тебе хватает времени на то, чтобы вообще помнить об эти существования этих стран, не то, что люди иногда не помнят о существовании там бизнес-задач каких-то, а то есть, ну, при прочих равных, если помнить, а еще и всех странах, которые в твоем подчинении, и при этом выдержать баланс. Я тебе хочу… у тебя на обложке книги написано, как управлять, ну, там, как управлять 200 странами мира, такое, с господством пахнуло прям, и прожить 30 тысяч счастливых дней. То есть, при этом, ну, чтобы вот как раз не свалиться в то, чтобы ненавидеть все и вся, работа высосала все силы, мозг, настроение, желание, и ты превратился в робота, потому что вот сейчас сидишь, ты достаточно живой человек, то есть, потому что очень часто, когда встречаешься с топ-менеджером крупной компании, он уже не очень живой, он уже функция. Мы в компании eBay верим в это. Да-да, то есть, он говорит вот заученными протокольными фразами, и это обычно, конечно, скучно и стрёмно смотрится. Вот, во-первых, я тебя хочу понять про 30 тысяч счастливых дней, откуда вообще у тебя эта идея родилась, тем, что надо людям напоминать и говорить, и почему-то это в книгу вынес-то отдельно. 30 тысяч дней. Книга написана… ну, когда ты делаешь какой-то проект, ты, как маркетолог, держишь какую-то аудиторию в голове. Да, я держал в голове аудиторию примерно там 20-25 лет людей, которые начали свою карьеру, и я думал, какую книгу я бы хотел прочитать, когда мне было бы 25 лет. Вот кто бы мне рассказал, как оно на самом деле работает, да, потому что всё, что там описано, это, ну, ты годами собираешь какую-то там практику, да, и там через себя пропускаешь, и, значит, что-то получается, там, моя точка зрения на мир. И если, значит, мне 25 лет, там средняя продолжительность жизни у нас где-то лет там 80, дай бог, ну, говорят, там, если доживёшь до 2050, вот там всё как бы резко экспоненциально пойдёт вверх, но там пока 80 лет, да, 30 тысяч дней – это там вот примерно там 80 лет, ну, давай скажем, до 100 доживём, да, вот примерно 80 лет. Поэтому я в какой-то момент знал, что, ну, ты же живёшь это не для кого-то, да, ты живёшь это для себя. Я это, вот этот заголовок, это, знаешь, ещё одно напоминание мне каждый день о том, что принимая решение там направо или налево, да, прямо или куда там вот пойти, ты должен в первую очередь руководствоваться тем, что принесёт тебе радость, от чего тебе это лично будет хорошо. И, знаешь, у меня была история в том же Марсе, когда, значит, это был такой хороший, знаешь, таким сигналом, поворотной точкой, почему я решил, что да, уже как бы пора переходить в Google, все увлеклись книжкой, она называлась Shopper Experience, значит, вот как ведут себя люди, там, магазины, что-то такое. И всё-таки, значит, ну, когда Марс чем-то увлекается, там, все её отчитают, знаешь, у всех там PDF-ы, книги, там, значит, все обсуждают, там, значит, новая религия становится. И я начал читать эту новую религию, я прочитал ровно пять страниц введения, где, значит, мужчина, который, по-моему, из Проктора, из Проктора и Гэмбелла, пишет о том, что я очень благодарен за, значит, эту книгу, в том числе своему руководителю, который проработал что-то там типа 48 лет на позиции исследователя в компании Проктора и Гэмбелла. Я подумал, боже мой, я не хочу, чтобы, когда я подохну, обо мне написали вот так, понимаешь? То есть, мне хочется что-то, ну, попробовать ещё, вот. Вот, поэтому 30 тысяч дней, поэтому как бы счастье как единственный критерий, наверное, принятия правильного решения, вот. Счастье – это единственный критерий принятия правильного решения? Ну, да, это хорошая, на самом деле, сейчас такая провокация была, да, вот. Единственный критерий, я считаю, что он основополагающий, да, и мы разговаривали с одним знакомым, он там любит разбирать слова, да, он говорит, что счастье – это… Счастью. Сочастие. Когда у тебя все части соединены воедино. Мы называем это гармония, быть здесь и сейчас, вот это всё, да, когда у тебя работа становится жизнью, жизнь твоей становится работой, отношения становятся там как бы жизнью, ну, то есть, у тебя всё гармонично завязано. Вот это вот, наверное, есть тот идеал счастья, поэтому если вот к этой максиме приблизиться, то, да, тогда для меня счастье, да, это главный критерий для принятия решения. Ты счастливый человек? Я, в целом, я хочу сказать, что да, вот, я иногда сомневаюсь, иногда у меня есть чувство вины, иногда у меня есть чувство страха, иногда у меня есть… Ну, как у нас все это нормально. Наверное, что-то, да, вот, но в целом, знаешь, как вектор, я считаю, что да. А если вот совсем отбросить там какие-то высокопарные фразы, вот что конкретно тебя наполняет счастьем? Счастье, это, знаешь, это когда для меня… Вот я сейчас скажу, что такое для меня счастье, да, да, есть такая восточное для моборства Айкидо. Айкидо, оно уникально тем, что по Айкидо не проводится соревнований. В Айкидо, то есть, вот мы привыкли там карате, ты победил – молодец, не победил – значит, лох, типа, в следующий раз победишь, может быть, да. В Айкидо не проводится соревнований. В Айкидо начинаются, как бы, там присуждаются критерии мастерства, данные, да, причём в Японии это происходит там, ну, начиная уже с какого-то достаточно зрелого твоего возраста в этом искусстве. Для европейцев до того, как присуждать данные, сделали специально ещё такие штуки Q, называется, да, это как бы, ну, ты молодец, ты чуть-чуть больше молодец, ты совсем молодец, а вот теперь ты уже первый дан, да. Это сделано для того, потому что наша, ну, больше европейская ментальность, она, ей нужно давать результаты. Ачивки, да. Ачивки, вот да, ачивки. Сколько у меня полайкали, сколько у меня там данных, сколько у меня Q там и так далее. Так вот, меня тоже, ну, я вырос в этом, мне важно, я получаю вот кайф, да, от того, когда у меня действительно что-то получилось и какая-то произошла там, ну, такая победа над собой, там, над чем-то, над системой, там, для рынка, там, для предпринимателей, там, маленькая или большая, но при этом то, что делает меня счастливым, да, как вот правило, которое я, наверное, из спорта для себя подчеркнул, это не сама даже ачивка, да, а вот если движение к ней... Герунди. Постоянно продолжающийся процесс, ну, то есть, это то, что present continuous. Ты имеешь... ну, инговый, да? Да-да-да. Я не сразу собрать его. Да, это движение к ней, да, то есть, если ты каждый день встаёшь и думаешь, что да, мне классно двигаться вот к этому какому-то там, к чему-то, чего я хочу, да, а потом когда достиг, ну, как бы такая, знаешь, там, вишенка на торте, вот это, наверное, состояние счастливого человека. При этом ты в своей книге, ты прошёлся так по целеполаганию, и что говоришь, что сейчас, если прийти на любой тренинг и открыть любую книгу бизнес-тренеры, то там всегда начинается «пишите цели», «цели – это очень важно», и так далее. И ты как раз сказал, что, ну, на самом деле роль целей в той или иной степени несколько преувеличена. Да, у меня сейчас вспомнилось два таких, знаешь, случая прямо из Индии. Сейчас я когда говорю слово «индия», можно сказать, да, там человек пошёл в духовное развитие, нифига. Значит, один раз я просто две недели съездил в отпуск, ну, мы действительно попутешествовали по Индии, а второй раз я там, ну, уже более, может быть, чуть более такой, знаешь, развивающий духовный, потому что мы там встречались с какими-то учителями. Значит, первое, почему я вспомнил, потому что я помню в каком-то городе, я уже не помню, там Удайпур или что-то это было, я просыпаюсь, я понимаю, что я не понимаю, чего я хочу. Ну, если, знаешь, вот такое ощущение, типа, я ничего не хочу. Ну, реально, там, можем поехать, можем не поехать, знаешь, могу вернуться в Россию, могу не вернуться. Ну, как бы, ну, как-то вот не хочется. И я тогда помню, что это для меня было, наверное, такое самое страшное состояние, вот это ничего не хотеть. Потому что в этот момент ты как бы, ну, как бы ты всё, ты становишься, ты в этот момент, ну, ментально умер. А вторая история, которая, ну, то есть, там, ты из этого выбираешься, да, как-то в жизнь энергия возвращается, да, а вторая история, которая с вами случилась, это как раз мы были в Ришикеш, такой город тоже в Индии, там много всяких духовных, в том числе и практик и так далее, и там одна женщина, значит, у неё, она просветлённый учитель, да, там, по местным меркам, американка, на самом деле, как ни странно, значит, она говорила, что нету смысла жизни, но есть цели. Другие люди могут называть это так, что у тебя нету, как бы действительно, ну, у тебя есть какое-то предназначение, которое ты можешь знать, а можешь не знать, да, ты как-то к нему идёшь, но у тебя должен случаться прогресс. Вот я думаю, что если соединить все вот эти вот три вместе, да, то есть, хотеть чего-то, да, желание там развиваться, желание куда-то прогрессировать, вот это, наверное, и есть цели, которые имеет смысл ставить. Это реально работа ума и сердца человека, да, то есть, нужно потрудиться на то, чтобы действительно что-то хотеть и подумать, что да, вот я хочу этого достичь, потому что мне это в кайф, потому что это откроет какие-то новые двери. И если там проводить, ну, как бы суперпростую аналогию, я в какой-то момент занялся спортом, да, может, тоже там знаешь про это, я не особо хотел там, уж точно я не думал про триатлон, которым я сейчас занимаюсь, но я думаю, надо что-то как-то организовать свой бег во что-то более вменяемое. Я поставил себе цель, которая, ну, в принципе, миру нафиг не нужна, да. Я просто решил, что мне это хочется, я прибегу марафон. Я начал бегать к этому марафону. Я прибежал марафон, понял, что я могу что-то ещё. Вот, я начал кататься на велосипеде, там, немножко плавать, да, понял, сделал триатлон. Там сначала, ну, там, одну четвёртую дистанцию Iron Man. Потом, значит, думаю, типа сделал, мне было тяжело, ну, можно потренироваться ещё. Сделал половинку, да, и у того же сейчас, ну, сделал уже несколько, там, половин ещё, полную пока не сделал, попозже, пока временно это не охотно тратить. Но ты понимаешь, что ты, ставя перед собой какие-то цели, к которым тебе интересно двигаться, ты просто развиваешь себя, и ты оказываешься в каком-то другом состоянии, чем ты был раньше. Иначе можно закиснуть. Почему топ-менеджеры международных компаний принципиально отличаются от топ-менеджеров российских компаний? Когда я вот сейчас с тобой разговариваю, то, понимаешь, ты живой, ты выстраиваешь внутри у себя в офисе другую корпоративную культуру, сейчас про сотрудников и про команду я тебя ещё, конечно, поспрашиваю, но как ты думаешь, с чем это связано? Это изначально другие люди идут в международные компании работать, ну, там, российские офисы или неважно. Хочешь спросить, промывают ли нам мозг? Или это как-то в процессе так получается, потому что сохраняется какая-то, знаешь, ну, вот какой-то классный детский взгляд на мир с открытыми глазами, вот такой open-minded, когда ты всё при этом принимаешь, ты гибкий, ты суперадаптивный, и это вот просто видно всего того, что ты говоришь. И нету какого-то вот этого дистантности, чванливой позиции, такой даже стервозной, знаешь, когда ты встречаешься с российскими руководителями, часто бывает такое, что я тут главный, и сейчас я вам всем это докажу. Вот этого нет. Почему так получается, как ты думаешь? Знаешь, да, эту фразу, что взрослый мужчина либо ребёнок, либо козёл. Да. Вот я козлом быть не хочу. Всё. Ты объяснил. Слушай, но я считаю, что, опять же, если там вот какую-то концепцию, которую я для себя там вывел, почему так получается, да, я считаю, что первое – это что тебя делает окружение. И, конечно, ну, то есть вот люди, которые вокруг тебя, информация, которая вокруг тебя, куда ты себя помещаешь, так те планки ты себе и ставишь, так ты и развиваешься. И в Марсе, ну, реально там мне повезло, потому что там компания как-то совершенно по-другому относится к команде и к людям. В Гугле мне повезло, потому что компания совершенно по-другому относится, спасибо, относится к технологиям и качеству своих продуктов. В eBay мне повезло, потому что компания построена бизнес, по сути бизнес вокруг комьюнити, да, то есть вот вокруг сообществ большого количества, там 20 миллионов продавцов, там 160 практически миллионов покупателей – это люди, которые объединены каким-то вот, какими-то интересами по тому, что их прёт в жизни, да. У нас многие, ну, ты читаешь истории, там, я ушёл с работы, потому что всегда меня пёрло заниматься вот этим, и теперь я, значит, построил свой маленький бизнес, там, вокруг таких, там, создания каких-то вещей, да, или, там, я люблю, там, что-нибудь коллекционировать или, там, покупать что-нибудь из рубежа, и вот я, там, нашёл на eBay. И когда у тебя, вот, опять же, вот эта правда есть в центре твоего бизнеса, да, не просто деньги, а есть некая, как бы другая какая-то правда, да, вот сила, брат, другая, и вокруг этой силы начинают сообразовываться, ну, потоки информации. eBay считается одной из самых, такое сейчас модное слово, инклюзивных компаний, вообще, там, в Силиконовой долине в том числе, да, то есть, вопросы, не знаю, там, равенства и, как бы, там, гендерного, профессионального, не знаю, расового и прочего, да, они, ну, просто, там, не стоят на вопросе, что, ну, как бы, это вот компания, для компании это просто такая must-have, что называется. Вот, поэтому, ну, это всё тебя, вот, как-то по-другому тебя прокачивает. Я не могу сказать, что кто-то, есть кто-то, кто говорит, типа, приходит и говорит. Или я поём гимн, значит, мы всё для всех, да, корпоративный. А какого сотрудника ты сейчас возьмёшь на работу? Мы с тобой как-то касались уже темы MBA, мне это интересно, я хочу твоё мнение, но я тебе вот сейчас конкретно по поинтам хочу пройтись. Высшее образование. Вот сейчас. Я брал нескольких людей, которые стали лидерами потом у нас в организации без высшего образования. То есть, они высшее образование получали в процессе. В процессе, да. Google, кстати говоря, он принципиально отличается, он берёт в основном только краснодипломников и только из определённых вузов. И там, когда Владимир Долгов открывал офис Google в России, он рассказал, что он прямо обучал HR-ов Google, значит, он составлял список нормальных вузов, что это не только там МГУ и ЛГУ, да, там, ну, когда там МГУ и ЛГУ, да, на тот момент. Вот. А что ещё есть там, ну, как бы и Бауминг, и там, Гуап, там, и ещё какие-то там Энжек, Финек и прочее. Обалдеть. Я, кстати, не знал про Google. Надеюсь, может, они поменяли эту историю. Потому что мне кажется, что в целом роль высшего образования в горизонте там 13-15 лет, она, конечно, будет сильно изменена. У тебя будет, да, я думаю, что будет какой-то вопрос компетенции там софт и хард. Вот, я тебя к этому как раз и хочу подвести. Ты, когда приходят люди, вот, и сочетание софт и хард, на что ты смотришь в первую очередь? На несколько вещей сразу я стараюсь смотреть. Во-первых, я никогда не принимаю решения в одиночку, да. Надо думать с кем-то, да? Да, значит, ну, потому что нужны точки зрения. Можно тоже сейчас про процесс поговорить. Но для меня это несколько вещей, на которые я обычно смотрю. Первое, на мой взгляд, самое важное сейчас, это, я ее буду по-английски называть, да, потом переводить, это learning agility, это способность быстро обучаться. У меня ключевая сейчас команда, которая есть в eBay, она прошла итерации смены нескольких бизнес-моделей, географии, объединения офисов, разъединения офисов и так далее, да. Когда выжили те, кто способен был адаптироваться и быстро обучаться к новым условиям. Вот я считаю, это как бы такая максимально предпринимательская жилка, которая нужна в корпорации. Второе, это, ну, наслаивающиеся на это, лидерство, давай так, небезразличность сначала, да, то есть, когда тебя не устраивает статус-кво, которое есть, да. Есть, ну, то есть, есть люди, которые скажут мне, окей, там, типа, отсюда и до обеда, хорошо, отсюда и до обеда, да. Шило. Надо просто, чтобы было шило в одном месте. Да, значит, небезразличность. На небезразличность наслаивается лидерство на любой позиции, да. А что такое лидерство? Лидерство – это способность поверить, как бы, в первую очередь, в себя, повести себя в какое-то другое место, да, и по возможности других убедить, да, и повести в какое-то другое место. И я сейчас не говорю, что ты для этого должен быть, там, не знаю, генеральным директором. Лучше. Директором, там, 150-200 стран, да. Ты можешь быть ассистентом, не знаю, маркетолога, но при этом, если ты видишь, что тебя не устраивает, как делают сейчас рассылки, ты можешь, как бы, хочешь это там изменить, ты изменяешь, как бы, подход, убеждаешь агентство, убеждаешь начальников, убеждаешь там еще кого-то, кого тебе нужно изменить, да, там, как бы, да, вот это убедить. И ты меняешь вот это статус-кво. С этим связанное, давай старое слово используем, креативность, да, ну, или, там, поиск новых решений. У меня это для меня просто там, а еще, да, там, вот, а еще что можно сделать, да. У меня прекрасный пример, значит, такой один из любимых, когда парень тоже маркетолог, он взял рассылки, которые, ну, вот уже были, значит, ну, запущены, значит, там очень много всяких алгоритмических рассылок. Он посмотрел, да, что еще можно с ней сделать. И он взял, просто поменял, посидел с данными, поменял логику, значит, каким людям на основании каких информационных, там, вот этих триггеров, мы их называем, посылается то или иное письмо, какие там, какие товары туда подмешиваются и так далее. Он это сделал, у компании, там, плюс 5 миллионов долларов выручки в год на основании нуля затрат. Просто, просто, ему было небезразлично, он посидел, посмотрел, значит, что можно изменить, у него были знания на это сделать. Вот, ну и, да, там, значит, что я сказал, learning agility, да, вот эта небезразличность, лидерство. Креативность. Креативность решений, да, да. Ну и, я считаю, это ответственность или возможность умения выстраивать доверие, потому что я вот, по крайней мере, как я работаю с командой, ну, как я люблю, чтобы работали со мной, это не вот это. Так, значит, я пришел, значит, сегодня приказ в подписном порядке, ты звонишь пяти человекам, значит, выбиваешь из них контракты, да. Мне гораздо проще как-то вот, мы это называем дорожки для плавания у себя, да, разделить эти дорожки для плавания, чтобы каждый учился плавать как можно быстрее, да, но на своих дорожках, да, и с друг с другом не сталкиваясь головами, и люди, нормально, он кувыркнулся. Все нормально, все, я все настроил. Натальше, как он это делает. Так. Мы выстраиваем дорожки для плавания, и люди отправляются вот в этот свободный полет, да, и моя задача – это, ну, обеспечить интересными задачами, обеспечить поддержкой для интересных каких-то новых пилотов, проектов, обеспечить ресурсами. Вот, ну, я в себе так это вижу, и команда, на мой взгляд, всегда умнее человека, который придет и скажет, что реально нужно делать. Мне кажется, это больше от такой самоуверенности или от незнания происходит. Круть какая. А про несколько голов, то, что принимаешь решение? Я вообще считаю сейчас, что самый лучший способ принять человека на работу – это не вот эта история, ну, давай, типа, значит, там, со школы, там, в какой школе учился, а почему на первую работу, а почему на вторую, и он тебе ля-ля-ля-ля-ля, значит, заученный текст, который он повторял уже миллион раз до этого. Я считаю, что это вообще все неважно. Самое классное – это первое – это дать человеку какой-то реальный кейс, да, сказать, типа, ну, вот наша ситуация, да, построить стратегию, как ты себе это видишь, там, для того, чтобы эту ситуацию решить. И мы очень много играемся с заданиями, с какими-то, там, вот, с подходами, с стратегиями, ну, не знаю, там, какие-то, там, тестами, да, каким-то, там, техническими заданиями, если вот берем какую-то, там, например, аналитика или кого-то. Вторая история – это мне очень важен team fit, да, то есть, как бы у нас человек вольется в команду или не вольется, сколько он разделяет, я, кстати, про это не сказал, да, но это вот, это, когда, ну, вот, когда мы берем разные позиции, там, дело доходит до меня, да, как бы познакомиться с человеком, это, наверное, единственное, на что я смотрю, да, то есть, я предполагаю, что, там, технически он, как бы все уже остальное посмотрели, насколько человек станет частью твоей спортивной команды, да, ну, спортивной имею в виду, рабочей, да, или не станет. Если он будет, там, токсичным элементом, это разрушит и его, и команду, ну, то есть, лучше человек чему-то доучить и обучить, да, ему в процессе доучиться, чем брать какого-то супер, там, не знаю, специалиста, но при этом токсика. Так вот, там, истории, какие мы делаем, естественно, мы делаем, как бы, разные тесты, там, это можно называть ассессмент-центры, можно не называть, мы делаем, как, наверное, многие, там, ряд таких вот знакомств с ключевыми людьми, я люблю, если я беру, там, на какие-то лидерские позиции людей, я делаю такую неортодоксальную, наверное, вещь, я, как бы, делаю интервью команды, которая будет работать, ну, как бы, с их потенциально будущим начальником. И мы недавно брали тоже человека в Израиле, у меня было такие в шорт-листе, там, я смотрел, наверное, кандидатов 30, у меня было в шорт-листе трое, я сделал интервью с командой, команда сказала, слушай, ну, вот, ну, они, как бы, приличные, да, люди, как бы, знаешь, это, вежливые, но я говорю, ну, вот этот, ну, как бы, он точно, да, и, ну, это очень совпало с тем, что… С моим видением. С моим видением, да, и, ну, то есть, мы сделали какой-то правильный выбор, в котором всем было, ну, уже, то есть, когда человек вышел на работу, это не было ни шоком, ни ничего, да, это было такое осознанное решение команды по принятию нового игрока в эту команду. А что, на твой взгляд, большинству руководителей российских мешает стать полноценным эффективным лидером? Вот именно мешает, какие качества мешают им в лидерстве? Потому что ты от многого такое ощущение, что вот избавился от какого-то балласта, ты производишь такое впечатление, потому что особенно, когда ты говоришь, что лидер – это не самый умный человек в комнате, и это глупо, ну, то есть, соответственно, нанимать людей. Вот от чего нужно избавиться лидеру для того, чтобы стать хорошим лидером? Я думаю, что, наверное, первое, там, от страха, ну, продолжая, да, вот то, что ты подметил, от страха не быть самым крутым, да, то есть, нам кажется, ну, типа, я лидер, значит, я же мачо, альфа. Да, да, ахела не промахнулся, да, вот это всё. Значит, я должен быть самым крутым, поэтому я буду отстаивать своё мнение до конца, и, ну, вот, потому что, ну, потому что если я не отстаю, ну, короче, я провал, да, значит, кто-то другой возьмёт, займёт моё место. Вот это вот, я считаю, что нужно выстраивать отношения в команде, в котором вот это звериное нужно убирать, да, первое. Второе – не бояться, ну, то есть, мы там, даже если вот говорим не про лидера, который, ну, там, вот самый-самый, да, ну, у нас же много лидеров ещё, ну, вот, на каком среднем менеджменте, да, не бояться выставить команду в позитивном свете вперёд себя. То есть, я, там, вещь, которую я там часто подмечаю, и мне говорят там некоторые, что это как-то, вот, всё по-другому это работает, что я считаю, что достижение команды нужно давать возможность рассказывать о них команде. И вот многие не считают, допустим, там, отдельной компетенцией. Я, честно говоря, тоже там, когда, ну, начинал свою карьеру, я прям много лет я перешагивал через себя, чтобы принять, что это нормальная история. Это такая компетенция, называется visibility, вот, то есть, быть видным, да, строить, как бы, свой бренд, в том числе внутри компании. Я когда говорю про строить свой бренд, это не значит, что там сейчас через голову всех, значит, да я тут это самое, да, но когда у тебя есть какая-то продуктовая правда, то что сделал, да, какой-то там проект, который ты сделал, об этом нужно рассказывать. На этих примерах там строятся примеры успехов, истории успехов там и других людей, люди заряжаются от таких примеров успехов. И задача лидера там в команде это поддержать вот этот успех, да, чтобы ты, ну, как бы, ты о нём как лидер узнал, чтобы твои боссы, если ты кому-то там, да, репортишь, чтобы они про это узнали. Поэтому, например, мы одна из вещей, которые там, ну, мы практически насильно для моего босса сделали, да, но, ну, не то, чтобы насильно, ну, я бы попросил, чтобы мы это сделали. Мы сказали, а можно мы тебе будем давать квартальные отчёты, чтобы их презентовала команда? Не просто я ему рассказываю, значит, ну, потому что он по цифрам, в принципе, видит, что бизнес происходит, я ему рассказываю, что бизнес происходит, но чтобы это презентовала команда. И он, ну, я ему за это благодарен очень, да, он согласился, да, он раз в квартал выслушивает команду, ну, не просто меня, а команду. Таким образом, люди понимают, что они могут сделать что-то, рассказать об этом, да, их там замечают, ну, а дальше там выстраивается тоже там карьерный какой-то, карьерный план. Третья история – это история, наверное, про, давай так, вместе это всё объединим, ответственность, миссия, ну, такая по-хорошему миссия, для чего ты всё это делаешь? Вот не потому, что бабло зарабатывать в компании, да, а что ты меняешь в рынке, в мире, тем, что ты занимаешься, да, мы когда работаем сейчас в eBay, мы понимаем, что мы, ну, не только Россия, да, Россия и ещё много-много стран, да, мы развиваем продукт для того, чтобы давать возможность людям экспортировать, для того, чтобы давать какие-то новые источники дохода. У многих семьи, семейные бизнесы или там семейно-дружесные какие-то уже бизнесы, там, кого-то там, не знаю, 10 человек, кого-то 20, а кого-то, может быть, 100 человек, ну, в нашем регионе, да, такие малые бизнесы построены именно на этой истории, что я открыл для себя eBay, я на нём продаю за рубеж товар, который не продаётся у меня в стране, и мы кайфуем, и мы на это живём, и вот у нас за счёт этого как бы крутится экономика. И вот это, конечно, очень заряжает, да, то есть ты не просто работаешь для корпорации, да, и для каких-то там аморфных акционеров на NASDAQ, а ты работаешь для предпринимателей, ты работаешь для людей, для того, чтобы их жизнь менялась, становилась лучше. Английский язык. Я правильно понимаю, что это сейчас вещь, которая даже бессмысленно... My name is Ilya, да. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Что это вещь, которая даже бессмысленно обсуждать сейчас для сотрудников и молодых ребят, что это должна быть, ну, такая, знаешь, предустановленный майнсет, в который обязательно какой-то английский язык. Майнсет, да, установка. Странно, что ты об этом спрашиваешь, но реально, да, я себя ловлю иногда на мысли, что я, ну, вот я что-то там прочитал, послушал, я не знаю, там, иногда хочется там переслать кому-то это, да, каким-то там людям, там, бывает какую-то новость, там, не знаю, родителям хочется послать, а они говорят, так это же на английском. Я такой, а, блин. Ну, то есть ты понимаешь, что даже не... Да, это всё ещё проблема. Да, то есть, ну, они не знают, а ты не воспринимаешь, на каком языке ты даже это читал уже, да, или там, или слушал. Я считаю, что, ну, в нашем мире, который сейчас, ну, кого он, давайте, капитан очевидность, он стал глобальным, понятно, да. Сейчас, когда мы сели все на локдаун, да, на пандемию и стали работать ноги на удалёнке, он стал очень интересным, он перестал быть, ну, по крайней мере, в моей, да, области он перестал быть фрагментированным. То есть, условно, американцы, которые раньше сидели там у себя в офисах, да, и встречались на кофе, да, и что-то там обсуждали или не обсуждали про Россию, они сейчас точно так же сидят перед экраном и монитором, да, то есть мы как бы все стали немного ровнее, что ли, да. Да, мы одинаковые, да. Да, вот с точки зрения. Но английский, да, конечно, потому что, ну, Россия... У нас есть очень большой страх, на мой взгляд, связанный с тем, что Россия – большой рынок, да, он достаточно самобытный, здесь есть много бизнесов, которые вырастают, да, здесь мы видим примеры, когда люди становятся миллионерами, миллиардерами, и, ну, многие очень заслуженно, и это прям классно, но, на мой взгляд, не воспринимать остальной мир, вот, невозможно. Даже те люди, которые стали сейчас, ну, вот, такими, знаешь, трушными предпринимателями, у многих из них, во-первых, либо западное образование, либо они черпают вдохновение из бизнес-моделей, которые происходят, не знаю, в Бразилии, в Австралии, в Ирландии, еще бог знает где, потому что по всему миру появляется куча интересных стартапов, поэтому, да, ну, это твоя интеграция просто в мировое сообщество. Ты дофига работаешь, и при этом на это все надо где-то брать энергию. А где ты запасаешься силами, и где ты черпаешь эту энергию? Знаешь, вот, у меня есть такая мантра, что организм и организация – это примерно одна и та же… Сообщающие сосуды. Сообщающие сосуды, одно коренное слово, одно и то же, да, и что там энергия команды, что энергия твоя – это все очень близко. Если говорить про меня, то я, естественно, стараюсь… Ну, есть какие-то вещи, знаешь, да, несколько таких, наверное, хинтов. Первое – ты должен всегда, работая, ты всегда должен понимать, как ты восстанавливаешься. И у каждого могут быть свои истории восстановления, да, для меня это спорт, для меня это моменты такого дисконнекта, то есть, ну, я могу в выходные вообще не брать мобильный телефон, да, в руки иногда, потому что мне хочется, ну, как-то побыть, там, не знаю, в чём-то своём, да, там, иногда я люблю, там, попечь, посверлить, попилить, сделать что-то руками в этом цифровом мире. Вот, значит, вторая история – это, опять же, про окружение, ты… энергия, она конечна, да, ты энергии как бы запасаешься, а потом ты её начинаешь расходовать, очень много расходуется на мозг, мы знаем, что у нас мозг, когда он в активном состоянии, он потребляет примерно столько же энергии, сколько легкоатлет на тренировке, то есть, в целом, ну, ты теряешь большое количество энергии. У меня есть друг, очень крутой юрист, там, управляет тоже большой американской компанией в Москве, юридической, и мы когда-то тоже говорим, как ты работаешь там по 15 часов, значит, там, с этими контрактами, ну, вообще, для меня юристы – это вообще загадочные как бы люди, как они справляются со всем этим. Он говорит, ну, а что, говорит, я же не мешки таскаю, значит, с углём. Ну, то есть, он лукавит, но это не так, да, ты потребляешь очень большое количество энергии. Вот, поэтому я, соответственно, эту энергию переключаю, я могу там пробежаться, проехаться на велосипеде, там, поплавать, да, для меня это приток какой-то новой энергии. Я стараюсь, я тоже, что я понял из, там, велоспорта, что тебя… иногда ты начинаешь выгорать, прям конкретно, да, то есть, ты вроде, ну, когда ты пашешь-пашешь-пашешь, результата, может быть, там, нету, или он не такой быстрый, как тебе хочется, или, там, не знаю, что-то у тебя там произошло, что, ну, тебя выбило из колеи. У тебя должен быть в организации человек, ну, я его называл всегда номер два, но, наверное, нехорошо называть номер два, т.е. твой следующий номер один, за кого ты можешь спрятаться, да, из-за кого… ну, в велогонках там очень часто так прячутся, да, и на колесе едут, потому что, да, потом как бы выходят опять вперёд и опять ведут группу. Вот точно так же, за кого ты можешь спрятаться и немножко прокатиться, потом выйти вперёд и опять, ну, там, помочь прикрывать какие-то основные моменты. Ну, вот, да, и окружение я стараюсь сознательно отсекать общение с токсичным окружением. Т.е. это без относительно оценки человека, ну, есть просто люди для меня, вот, на уровне химико-то не совпадаем, токсичные, есть нетоксичные. Я убрал для себя, как правило, все бизнес-завтраки, вот, когда вроде как поговорить не о чем, а встретиться, ну, типа надо. Вот, я стараюсь исключать из своего общения людей, которым у меня, ну, у нас не складывается. У меня есть, там, я прям помню, было несколько людей, которые занимают тоже очень крутые позиции. Они говорят, ну, давай там как-то вот реконект, да, там, встретимся позавтракать. Я понимаю, что я прихожу в офис к 9 утра, и я уже вымоченный, как будто там, как будто я мешки с углём таскал. Я это убрал. Ну, вот, да. Короче, минус токсик, спорт, окружение. У тебя есть очень интересное хобби. Вообще, на твой взгляд, хобби – это важная составляющая для гармоничного человека, счастливого человека. Очень. Хобби – это вот, я недавно написал этот пост, да, там, про work-life balance. Вот для меня баланс – это когда ты не освобождаешь с одной чаши весов для того, чтобы у тебя стало меньше работы, чтобы вроде как она сравнялась с жизнью. А когда ты на весы жизни набрасываешь больше жизни для того, чтобы у тебя стало, ну, чтобы она вырынулась с работой. Хобби очень важно, для меня это возможность объяснить себе, какие у меня ещё есть роли. Я сейчас просто боялся использовать слово «кто я?», ну, давай так, чтобы не копаться туда, там, в эту эзотерику, да, ну, типа, кто я за пределами работы. Вот я не, там, не гендир, да, вот завтра там меня увольняют, и всё, вот кто я, что я могу, да, что я умею. Чего я достиг за как-то вот этими пределами. Для меня вот это, для меня это хобби, это возможность развиваться где-то в другом месте. Ты печёшь хлеб. Ну, не только пеку хлеб, но и хлеб. Ну, это на меня произвело самое большое впечатление, потому что ты не выглядишь как человек, который потребляет хлеб. Ты что, я столько углеводов жру. Вот он спорт животворящий, что делает, и всё, как бы у тебя всё сгорает просто в топку. Ну, я реально, когда твою книгу читал, и там, знаешь, вот это вот рецепты хлеба, чабаты, и это было так круто и так мило, потому что это очень сильно не совпадает. Но в целом я 5 лет назад ещё видел в трендовых отчётах о том, что в Америке, особенно у топ-менеджеров, DIY-хобби, когда ты делаешь что-то руками, когда ты лепишь, когда ты мастеришь, что они становятся самыми трендовыми, что это на самом деле сейчас, в том числе и люди, встречаясь, обсуждают свои хобби и обмениваются информацией и говорят о том, что это важно. Поэтому я, конечно, не мог тебя не запросить. Ты знаешь, у нас был прикольный случай на питерском форуме. Ну, знаешь, питерский форум, значит, все в костюмах, все такие суперважные. Пафосно-красиво. Пафосно стоит дорогущее участие. Это был не этот год, а вот 2019-й. И класс питерского форума, потому что там вечером проходят вечеринки обычно какие-то. И мы стоим на какую-то уже там пятницу, значит, последняя, одна из последних где-то вечеринь, как там, значит, вид на Исаке, и вот эта вот красота, все, значит, где-то лотто там что-то, по-моему, отель на крыше, теплый вечер, ну, прям все так дорого, хорошо. И подходят люди, и мы так стоим как-то около входа, и подходят люди, ну, там кто-то кого-то знает, там, там, привет, там я, там, генеральный директор, там, Урал, что-нибудь там. Да-да. Я там, значит, металла, там что-нибудь. Я говорю, а давайте теперь мы просто будем представляться без вот этого вот ерунды, да. И к нам подходили люди, они говорят, я генеральный, мы говорим, так, слушай, нас вообще не парит какой-то там генеральный, вот кто ты без этого? И там выяснилось, что а я танцор, а я хоккеист, а я рисую. Ой, как круто. И мы просто, мы там все разошлись, мы уже стояли, трындели вот про эти вот истории, потому что тогда у человека, знаешь, у него вот падают эти маски, и это то, что он, ну, как бы, что он действительно любит, это как бы, ну, какой-то маленький в тебе, да, начинает вылезать. И я очень, меня очень бесит, когда люди, ну, особенно это западная культура, когда они любят придумывать, ну, какие-нибудь, знаешь, словечки, понятным вроде бы историям. Ну, например, вот этот, как же называется, play date, да, когда, типа, наши дети решили поиграть вместе, ну, мы раньше там, я поехал к другу, да, теперь это называется, значит, play date, да, вот это вот. И вот эти вот, когда хобби превращается вот в такой пафос, это мерзко. Но когда хобби – это часть тебя, ну, как бы, трушная часть тебя, это, конечно, классно, да. Ну, и поэтому, если говорить там про делать руками, мы тоже, когда там были в Штатах, значит, там часть как-то такой компанийской, не знаю, разликухи, помощи комьюнити, да, как-то сплочения, мы тоже поехали, значит, строить дома для homeless people, потому что это там большая часть истории. И я видел, как для части моих коллег, там, ну, люди из разных стран мира были, это было такое, типа, ну, блин, ладно, типа, знаешь, ну, там что-то там, постою рядом, да, а были люди, которые нам, ну, как бы, помогали это всё делать, американцы, которые работают где-то не в eBay, там, ну, просто где-то работают, и для них реально по кайфу, там, вот они 4 часа в день могут после работы тратить на то, что они строят дома, там, для бездомных людей, какие-то там дешманские, ну, типа, людям есть где жить, вот это их, знаешь, хобби. Мне хобби руками нравится, потому что ты очень быстро видишь результат своего труда, да. хлеб, в нём есть какая-то прям магия. Ну, ты вроде соединил самые дешёвые ингредиенты, там, вода, мука, да, там, соль, дрожжи, ну, вот всё. То есть, если не выпендриваться, то всё. Потом у тебя там 2 часа, 2 часа, час, и у тебя бабах, и у тебя красивый каравай, а главное, что все ещё говорят, о, какой классный такой вкусный. Я в первой жизни у тебя это прочитав понял, что я хочу попробовать испечь хлеб, поэтому ты меня вот этим, вот ты меня заразил, и мне просто стало безумно интересно. Ну, да, чувствуешь, что всё, будет совсем тяжело. Ну, и напоследок я тебя хочу спросить про очень простую штуку. Если бы ты вот мог сейчас напрямую подключиться к мозгу всех ребят, которые учатся в институте, и там, допустим, на третьем курсе сейчас прибывают, что бы самое главное ты бы мог им сказать? Ну, так вот прям, глядя в камеру. Может, и меня. Что бы… Я, наверное, хотел бы пожелать то, что я бы хотел, чтобы мне пожелали, и, наверное, мне это много раз желали, и оно где-то на подкорке, может быть, предложилось – это свои мечты не откладывать на потом. И это не значит, что нужно разделять, что, типа, вот здесь я зарабатываю, да, а вот здесь я живу. Но пробовать совместить то, чем ты зарабатываешь, с тем, чем ты живёшь, какими людьми ты окружён. И мне могут возразить, что, типа, ну да, блин, а я там, не знаю, я учусь где-нибудь в удалённом городке, там, посёлке, да. Но я считаю, что если ты себе как минимум задашь это как вектор, вокруг тебя начнут происходить удивительные события, да, тебе вдруг… И не потому, что они начнут происходить вокруг тебя, просто ты начнёшь прислушиваться к ним лучше. Ну, есть там вот прекрасный проект, по-моему, «Кружок», да, называется, который приезжает в какие-то безумные там удалённые школы и делает там курсы веб-программирования. Есть много других компаний. Есть, слава богу, интернет, да, там, ну, много где он уже работает, да, там, дай бог, по стране. Есть, как бы, да, сейчас можно там зарабатывать там продажами онлайн, на экспорт, куда угодно. Поэтому вот попробовать найти, что ты любишь, да, и пробовать до того момента, пока ты не понял, что вот это твои рельсы. И когда ты это понял, ехать по ним – это первое, да, ну, как бы встать на них, да, и с этих рельс начинать постепенно как бы наращивать по ступенечке такими небольшими шагами свою жизнь для того, чтобы не застаиваться и быть прогрессивным. Короче, мечтать, не бояться воплощать мечты и постепенно прогрессировать, настроиться на это. Ты боишься постареть? Я не боюсь постареть. Я знаю, как я хочу выглядеть, когда я постарею. Как Бознер. Я хочу как Бознер выглядеть, когда я постарею. Есть такой фильм «Приготовьтесь, будет громко». Не знаю, смотрел это, нет. С этим, с Джимми Пейджем, с Эджем и, господи, из White Stripes, который… Слушай, но они не постарели. Ну, вот, когда ты смотришь на Пейджа, который, значит, с своими седыми волосами, значит, вот этими морщинками вокруг глаз, потому что он улыбается, и который с такими же, знаешь, вот этим кайфицом берет гитару и показывает, блин, у меня, смотрите, винил, а здесь вот он такой, значит, там вот этот трэмбл добавляет, а здесь вот это вот, типа, да. Он выглядит как бы человеком, ну, старым, да. То есть, он выглядит как человек в возрасте, но он выглядит как в возрасте, но он не выглядит старым. Да, и, наверное, то, чего я боюсь, или так, позитивно это, да, как бы в будущее, да, то, к чему я стремлюсь, чтобы этого не случилось, да, я не хочу перестать быть актуальным. Вот для меня это гораздо более важно, чем какая-то физическая старость. Спасибо тебе большое. Да, как круто получилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч.